Всем привет! Вы находитесь на канале Кошка Хантерс и уже три года мы тут пытаемся разобраться, а что же это все такое? Уже накопилось достаточно много вопросов, я попытаюсь на них на все ответить в рамках этого видео, постараюсь не затягивать. Начнем с того, что компания образовалась в 63 году прошлого века, на стыке веков практически они уже создали вот то, чем мы наслаждаемся уже много лет. Вот, а конкретно в 99 году вышла одна из первых мини-зеток, там была очень маленькая серия, она ограничивалась буквально там меньше, менее 10 машин было. То есть, если вы видите вот такую систему хранения, это вовсе не означает, что она здесь навсегда. Вы можете из любого бокса достать любой кузов, снять его, то есть, соответственно, с системы хранения, разобрать и поставить на шасси, который у вас будет на радиоуправлении. То есть, грубо говоря, вы берете пульт, он может быть таким, может быть другим, это сейчас не суть важно. Соответственно, снимаете кузов из этой системы хранения, ставите на свое шасси и уже ездите. То есть, это не просто модель на полку, грубо говоря, у вас там свой гараж на полке, да, вот, а это полноценная радиоуправляемая машина. И вот мы будем сейчас разбираться, почему именно так она устроена и все такое прочее. Начнем с самого простого, в принципе, наверное. Вот у нас есть кузов, вот у меня в руках, я миллион раз показывал же, не суть важно. Он находится на так называемом роллере. Руллер это система, которая просто предназначена, чтобы хранить, просто чтобы хранить эту машину в боксе. Соответственно, мы достаем машину из бокса, берем кузов, разбираем. Сейчас попробую, конечно, вот так показать. Наверное, это получится. Разбираем. Все. Вот это кузов. Вот это кузов, который, собственно, может стоять практически на любом шасси, иметь там разную развесовку, об этом позже, разные настройки и все такое прочее. Вот так он выглядит изнутри. Я думаю, во многое кто уже это видел. То есть, это то же самое, что сейчас вот на столе стоят, так же и здесь в боксе. Это то же самое. Именно так выглядят кузова Kiosha Mini Z. Так они выглядят внутри. Я думаю, это простые такие вещи, но, к сожалению, я вот должен это объяснить. Дальше мы берем этот кузов, соответственно, и делаем очень просто. Точно так же на ездовую шасси его устанавливаем. Шасси может быть разных поколений. Я об этом рассказывал. Их очень много. Много разновидностей. Много модификаций. Об этом позже. Но суть в том, что любой из кузовов может поехать рано или поздно. Это зависит только от вас. В чем суть 28 масштаба? 28 масштаб это то, что у вас смещается на ладони. Вы можете взять ее с собой. Можете поехать куда угодно с ней. Ну, конечно, нежелательно по улице их катать. Все-таки здесь большой толстый слой лака. Ручная полировка. И совершенно нежелательно катать их на улице. Однако, можно покатать там по ламинату, по плитке. Это без проблем. Это абсолютно никак не повлияет на эти шасси. Естественно, их нужно обслуживать. Эта система вся достаточно сложная. В ней очень много деталей. Об этом позже. В ней практически каждый винтик можно заменить. Мы это все обязательно рассмотрим. У них есть подвеска. У них есть развесовка. Это все очень сильно влияет на ее ходовые характеристики. И это то, чем они отличаются от обычных, скажем так, от игрушек. Об этом я уже рассказывал неоднократно. То есть, это не игрушки. Это полноценные модели. Отсюда же следует их цена. Вы в коробке, грубо говоря, получаете... Вот здесь все разрисовано. Вы получаете уже готовую ездовую модель, которой, в принципе, ничего не нужно, кроме батареек. Так, буквально пару слов о шасси. Значит, у нас вот тут есть, получается, стойки с пружинами и кулак. Заменой кулака можно повлиять, собственно, на, получается, развал. Также у нас подвеска полностью рабочая. Она сейчас очень достаточно такая жесткая. Но, тем не менее, это работает. Это прекрасно работает. Хотя это вот считается шасси устаревшей. Далее у нас вот тут есть рулевая, получается, тяга, которая влияет на схождение колес. И это очень сильно все влияет, естественно, на характеристики автомобиля. Теперь посмотрим поближе на шасси в целом. Это у нас моторама, собственно, РМ. Тут у нас какие-то шины спортивные. И вот подвеска. Подвеска не обязательно ограничена этим вот амортизатором. Она работает, все. Вот так примерно это делается. Вот так вот. Но, что гораздо важнее, это не вот этот верхний амортизатор, а та пластина, которая снизу там находится. Вот там, подок. Вот здесь. Вот эта пластина очень сильно влияет на характеристики автомобиля. Вот. Также здесь мы видим, что можно выбирать, получается, длину колесной базы. Заменой вот здесь этого материала тоже можно повлиять на поведение и характеристики. Также здесь мы видим дифференциал и вот какие-то спортивные шины. Здесь у нас моторама находится с расположением мотора за заднюю. То есть, вот задняя ось проходит. И вот мотор вот здесь. Также мотор может быть в другом месте. И вот у нас, собственно, в сборе две машины. Казалось бы, и то, и то Феррари, да. И они очень похожи. У них одинаковые шины. Тем не менее, здесь у нас колесная база меньше. Здесь больше. И у них очень разная развесовка. На что это влияет, только вы мне можете сказать. Потому что вам нужно все это покатать, естественно, без меня. Вот. Я считаю, что каждый должен попробовать, что это такое. Потому что, ну вот, мы видим наглядно. На желтый, получается, мотор здесь, за базой. И на синий мотор вот здесь в базе лежит. Хотя это одна и та же шасси. Это всего лишь перестановка компонентов. Но вот насколько сильно это все, вот эти мелочи, вот эти японские, скажем так, мелочи, очень сильно влияют на все характеристики автомобиля сразу. И так я уже выровнял. Получается, эти шасси по передней оси. Собственно, у нас на одной линии проходит. Вот точно такой же верхний амортизатор. Но тем не менее, как видите, мотор здесь уже в базе. Он, то есть, вот задняя ось проходит. И мотор у нас проходит перед задней осью. Это влияет как на длину колесной базы. То есть, это такой простой вариант удлинить колесную базу, если у нас кузов, естественно, больше, чем предыдущий. Но что гораздо важнее, это влияет на развесовку. То есть, мотор здесь, не там, а вот здесь. И это влияет на развесовку, помимо прочих косвенных всяких решений. Покупайте батарейки в пульт. Там, соответственно, если такое, вот у меня для примера, то здесь всего 4 мини пальчиковых батарейки. И точно так же 4 такие же ставятся в шасси. И вы уже можете ехать. Вам больше ничего не нужно докупать. Не нужно никаких, грубо говоря, зарядных устройств, еще чего-то. Конечно, да, лучше будет на аккумуляторах уже ездить. Но это, грубо говоря, не обязательно. Это совершенно не обязательно такое явление. То есть, просто купили свежие батарейки, погнали катать. У вас машина всегда с собой. Единственное, что не совсем, наверное, удобно, это то, что сам пульт. Он немного больше, чем ваша модель. Но это уже такие придирки. Вы можете взять один пульт и несколько моделей с собой. Закинули в рюкзак и там катаете, где вам удобно, где вам нравится. Сейчас я вам расскажу немного технички. Значит, у нас есть разные автомобили. Естественно, у них у всех разная ширина, длина колесной базы и так далее и тому подобное. Это все в рамках одной шасси можно настраивать, перестраивать и так далее. Я об этом рассказывал неоднократно. Вы можете посмотреть это на канале. В чем суть? Есть определенный набор заменяемых деталей, из которых вы можете построить. Грубо говоря, вот сейчас у меня здесь вот Ferrari стоит, да, конкретно на этой шасси. Вот я, допустим, не очень люблю там итальянские автомобили, люблю японские автомобили. И, соответственно, я беру там вот этот кузов там или любой из этих, перенастраиваю шасси, какие-то детали подгоняю, какие-то меняю. Это касается в основном колес, либо там моторной моторамы. Вот мы меняем некоторые характеристики. И у нас уже машина будет совершенно другая. Любая из этих уже будет на этом же шасси ездить вместо этой конкретной Ferrari. Это нужно для того, чтобы, например, у вас там одно шасси есть. Вы не хотите больше покупать, вы катаете редко, но вы хотите разнообразие. Вы хотите, грубо говоря, хотя бы цвет машины поменять или там модель ее поменять. Без проблем. У вас есть определенный набор вот настроек конкретных, которые позволяют это шасси сделать. И таким образом вы можете любую из этих машин уже катать. То есть, ну, чтобы она вам не надоела, грубо говоря. Потому что, ну, все приедается. Мы сейчас в двух словах посмотрим и скажем о наличии запчастей. То есть, о том, что кошкацы нам приготовили. Как видите, вот тут здесь гаечки, болтики, все дела. Практически каждую деталь можно на шасси изменить. И это очень круто, я считаю. Здесь у нас подшипники. Здесь пружины, шестерни. Вот это все многообразие. Тут целая плата в сборе на МР-01. Вот тоже гаечки всякие. Вот, собственно, у нас рулевая, которая меняет схождение колес. Вот это у нас задний амортизатор. Тут тоже рулевая. Тут задний амортизатор чуть предыдущего поколения. Тут у нас целый дифференциал в сборе. Здесь целая моторама в сборе. Пружины передние, шестерни. Вот пластинки из настоящего карбона. То есть, кошкацы не скупятся у нас на материалы. Тут кварцы. Тут титановая ось дифференциала. Тут же шестерни. Там антенки. Пружины разные по жесткости. Даже можно взять целую шасси в сборе. Она будет прозрачной. Отдельным особняком стоят шины. То есть, вот это у нас помягче, пожестче. Там очень разные есть. Как видите, можно подбирать на любой вкус и цвет. Какие угодно шины. И все это разнообразие кошковцы придумали нам еще очень давно. Все потому, что шасть на самом деле достаточно сложная. Но тем не менее, если разобраться в вопросе, то все это очень просто. Ну и еще буквально пару слов о дисках. Тут у нас есть, собственно, диски с разным вылетом. Разного цвета, разного рисунка и так далее. Здесь вот АВДшные, например. Здесь тоже всякие разные. И вы всегда можете выбрать под свой стиль, под свой цвет, под свой автомобиль. Любые диски, какие вам нравятся. И самое главное, есть вот такое замечательное изобретение. Это алюминиевые диски. Это настоящие алюминии. Они разные бывают. Вот они разного цвета. Анодирование бывает. И это замечательно, потому что у вас всегда, получается, есть выбор, что поставить на свое шасси. Отдельным особняком, скажем так, отдельной, целой серией, является серия оверлендов. Это, я считаю, на следующий день, конечно, уже устаревший немножечко шассики. Да, есть проблемы. Они сняты из производства, но они прекрасны на самом деле. У них только монопривод. У них привод только на заднюю ось, соответственно. Да, я вот показываю. Ну, далековато, но ничего страшного. Они, чем отличаются, очень, ну, немножко сложнее у них устройство. У них только задний привод, есть блокировка. И очень жаль, что их сняли с производства в угоду следующим поколениям. Есть там 4х4, есть там те же самые там монстрики есть на базе оверленда. То есть, как вы можете заметить, очень много произросло серий, разных именно серий. Из, грубо говоря, одной модели. Естественно, там куча различий. Но что их всех объединяет, это в первую очередь общие пульты, общая электроника. И она очень надежна. В чем вообще заслуга, в чем такая высокая цена? И почему, в чем заслуга Mini-Z именно вот в Е-устройстве? То есть, в первую очередь у них очень надежная электроника. Да, в ней, если что-то уже там накрылось, то менять ее только полностью в сборе. Нельзя поменять отдельно, там, допустим, сервопривод или приемник. Но, тем не менее, это достаточно надежная электроника. Ее можно там паять, можно ремонтировать. Хотя, в основном, это и не нужно, потому как они достаточно надежны. Например, вот этой шасси, там уже лет 20 точно есть. И она в прекрасном состоянии. И мне ничего, там, никакие конденсаторы не вытекли, ничего не произошло. Вставил батарейки, поехал. Вообще никаких проблем. Новая электроника еще лучше. Она шагнула дальше. Естественно, там есть уже гироскоп, свет и прочее. Это все дополнительные, скажем так, расходы. Но, тем не менее, вот из такой изначальной, скажем так, из базовой, я покажу. Вот базовая была MR01. Она в 99-м году как раз таки вышла. Из нее произросло очень много ответвлений, скажем так. Но при этом само устройство практически неизменным оставалось. То есть, электроника, сервопривод встроенный, антенны встроенные, феты, мосфеты и все прочее. Здесь все в одном. И это классно. Потому что, помимо машин, в этой серии есть даже лодки. И есть Формула-1. Есть очень много, на самом деле, чего. Но они, то есть, кошковцы остаются неизменными себе, неизменными своим традициям. И они оставляют вот маленькую, очень маленькую миниатюрную плату. Которую, которая максимально надежная и отдает максимальную мощность для машин абсолютно разного размера, разной массы. И это не мешает абсолютно. Помимо таких кузовов, которые здесь есть, которые вы можете всегда найти. Неважно, это будет там просто кузов вы нашли в продаже, да, или там в боксе, или даже там в сборе. Вы можете, в принципе, прибегнуть на сегодняшний день к печати. У меня, допустим, вот не очень получилось, да, там с печатью. Но я уверен, что у вас получится намного лучше. И в чем суть? Можно напечатать такой кузов. Я его называю тренировочный, да. Его просто будет не жалко, если вы пока еще не умеете ездить. Если вы начинающий, вы можете просто снять красивый кузов, чтобы его не повредить, да. И взять какой-нибудь печатный. Это очень достаточно доступно. На самом деле, печать это очень дешево. И я всем рекомендую такое что-то взять, попробовать хотя бы. Вот я вам рассказал немножечко о том, что это такое. То есть, это модели, еще раз пройдемся, да. Это модели, это кузова. Сняли кузов, поставили на свое шасси. Это в том случае, если вы не купили все в сборе. Если все в сборе, у вас проблем никаких. Поставили, переставили, заменили колеса. Желательно в идеале заменить сразу шины. Потому что на роллерах, честно говоря, на стендовых, на таких вот роллерах шины, они не очень. Они как бы чуть более дубовые. Кошковцы нам предлагают шины более мягкие, жесткие. Все зависит от того, какие у вас там пожелания, предпочтения. И где вы будете катать, естественно. Это тоже очень важно. Там есть шины по температуре. Они подразделяются на несколько подвидов. И вы можете все, что угодно, в принципе, подобрать. Вот то покрытие, на котором будете катать. Взяли, соответственно, кузов. Взяли шасси. Вот так собрали. Все, у вас машина готова. Остается сюда только поставить, получается, что у нас там батарейки, либо аккумуляторы. Вот. И уже катать, естественно. То есть, никакой проблемы в этом нет. Теперь немножечко поговорим о цене. Естественно, цена кусается. В среднем ценник сейчас на том же Алиэкспрессе, там в долларах, ну, превышает какие-то там, скажем так, моральные пороги. Но на самом деле, я очень легко смогу вас переубедить в обратном. Вы получаете уже готовый продукт. Вы получаете из коробки шасси кузов очень копейный. Причем лицензированный, да. Каждый автомобиль, каждая деталь на нем лицензирована. Это означает, что часть цены уходит из этой продукции, часть цены уходит производителю, дизайнеру и заводу-изготовителю настоящих автомобилей. Поэтому лицензия это всегда дорого. Ну, увы и ах, но так вот, таковы реалии, скажем так. Вот. И вы получаете готовый продукт, в который нужно добавить только батарейки. Да, безусловно, ценник на 28 масштаб, это 28 масштаб, он превышает порой 10 масштаб. Но такие вещи сравнивать нельзя. Объясню почему. Вы получаете, во-первых, готовый продукт. Во-вторых, на сегодняшний день, увы и ах, я не знаю конкурентов, действующих конкурентов у этой компании. Но на секундочку обращу ваше внимание. Конкурентов в плане готового продукта. Что это значит? Вы можете отдельно покупать кузова. Есть тоже Гейл Рейсинг, есть те же стендовые кузова. Можно самому склеить, покрасить и все прочее. Это не готовый продукт. Это полупродукт, скажем так, полуфабрикат. Так же, как и Гейл Рейсинг, они делают только гоночные кузова. У них гражданских машин, на самом деле, очень мало. Это в этом проблема. Не все любят суперкары и гоночные, вот подобные вещи. Кто-то хочет что-то более простое, приземленное, допустим, тех же европейцев. Вот, допустим, ну, к примеру, Гейл Рейсинг. Не делает Гелендваген. И, в принципе, этот, ну, может, не самый лучший пример. Вы можете взять отдельно шасси. Да, на сегодняшний день конкретно по шасси есть конкуренты. Есть намного более прогрессивные модели. Есть лучшие модели. Есть более сложные модели. Именно в 28-м, опять-таки, масштабе. Однако цена конкретно уже конечного продукта, когда вы отдельно у кого-то там, у отдельной компании покупаете шасси, у отдельной компании покупаете кузов, или у вас был свой. Вы это все собираете вместе. Получится дороже. Поверьте мне, получится дороже, чем взять готовый продукт в коробке. Да на том же Алиэкспрессе, на самом деле, это не суть важно. Вы возьмете уже готовый продукт. Пускай это будет не самый там гражданский кузов, да. В основном сейчас у них в наличии там идут либо Макларен юбилейный, либо там вот Сивики там и прочее. Сейчас еще Тойота ГР появилась. Очень интересная машина. Тем не менее, вот вы получаете готовый продукт. Это не дешево, но это круто в том плане, что у вас голова не болит, вам ничего не нужно докупать. Вы получили РТР-комплект, там определенное количество запчастей есть, там даже конусы иногда будут. И просто батарейки, батарейки берете, вставили, поехали. В этом суть цены. То есть, еще раз пройдемся. Лицензия, во-первых. Все кузова лицензированы. Продукт уже в сборе, уже готов к поездке. Ничего не нужно собирать, ничего не нужно делать. Только вставили батарейки. Вот из этого складывается цена. Плюс качество, естественно. Несмотря на то, что они уже с 2005-2007 годов начали собираться на аутсорсе в Китае, тем не менее, контроль качества по сей день происходит. И контроль качества, ну, по меркам японским, естественно. То есть, здесь все нормально. Вот. Есть некоторые нюансы. Есть всегда расхождение. Это тема для отдельного ролика. Я могу часами об этом рассказывать. Что там есть допуски по колесным базам. Есть неточности по масштабу и так далее. Можно взять те же оверленды, сравнить вот реальные три машины, допустим, в реальной жизни. То есть, Hammerage 2, Pajeric трехдверный, да, там, и Gellic. Они не настолько будут близки по размерам в реальной жизни, как здесь у меня на столе. Но, тем не менее, это такие уже, скажем так, компромиссы, потому что, ну, условно, невозможно сделать прям идеальное-идеальное какое-то универсальное шасси, которое бы подходило под вообще все автомобили мира. Тем не менее, вот эта линейка, именно Mini Z, позволяет нам максимально приблизиться к тому, что иметь японские машины, там, итальянские, европейские машины. И все это даже, условно, если у вас прям один вообще, один шасси, ну, одно шасси есть. И это вам не помешает коллекционировать это все. Даже если вы не любите ездить, не хотите ездить, вы можете просто, да, так же, как в стендовом моделизме, собрать свой гараж на полке и просто ими любоваться. Более того, производитель нам уже придумал такую замечательную систему хранения, в которой ваша модель никогда не повредится. И, в принципе, как бы она защищена от каких-то, ну, то есть, от пыли, там, от перепадов давления, от перепадов влажности в помещении. Она защищена более-менее, да. Да, и вот эти модели тоже им в среднем, допустим, вот этот GT-R, ему точно 20 лет уже есть. Там остальные вот, или, допустим, вот этот Viper, вот это точно ему 20 с лишним, потому что это один из самых первых выпусков Mini-Z. Тем не менее, он в идеальном практически состоянии, за исключением там шин, по-моему, и колеса. Но колеса отдельная тема, шины отдельная тема, это все вот многообразие, которое нам дает производитель. Вы можете спокойно собирать. Ну, собственно, поэтому они такие популярные. Да, не сказал еще одно, почему 28 масштаб? Меня это сначала тоже удивляло, но ответ прост. В 24 масштабе, который больше, он значительно больше, чем этот 28, там уже очень большая конкуренция. Поэтому, ну, я так предполагаю, что кошковцы пошли по пути наименьшего сопротивления, сделали свой масштаб. Они чуть поменьше, чуть меньше нужно детализации, хотя это вообще вот как outstanding, как говорится. То есть, здесь превосходная детализация. Все, что есть на, ну, практически все, 99% деталей, которые будут на настоящем автомобиле, здесь будут присутствовать. Это прям правило железобетонное. Для примера покажу, вот если у автомобиля, у Mazda RX-7 фары открываются, да, то, соответственно, для таких машин они делают съемные фары, которые вы можете поставить, и они будут открытые. Есть запасные, закрытые. Это никогда являлось проблемой. То есть, ну, максимально детали. Еще хотелось бы сказать по, конкретно по шасси, по приводу. Не все машины здесь, которые вы видите, и уж тем более не все, которые существуют у них в продукции, да, имеют задний привод. В этом плане они тоже пошли, ну, кошковцы в смысле, пошли очень далеко. Они сделали нам и задний привод, и полный привод, и передний привод. Для этого нужно будет сменить шасси, тем не менее, если GTR, например, у нас может быть и заднеприводным, и полноприводным, да, то есть, сама машина настоящая, то точно так же вы можете на разные шасси его установить, и у него будет разный привод, в зависимости от ваших предпочтений. То есть, нам производитель дает такую прекрасную, прекрасную возможность делать что угодно с автомобилем, да, и поставить его, собственно, даже вот, допустим, 33-й, тот же GTR, можно поставить как на задний привод, так и на полный привод, и просто нужно будет менять диски, и все, больше ничего делать не нужно. Это удобно, это круто, потому что вы можете, в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий, построить разные автомобили. Вот, я не говорю уже о том, что есть на них, там, существуют самодельные кастомные обвесы, да, или там та же самая печать, о которой я уже говорил раньше. Ну, по итогу, все очень просто. Это машины, это лицензионные копии автомобилей настоящих, они максимально точные, из-за этого они, естественно, не дешевые, но по цене я вам уже объяснил, почему так происходит. Это сменные кузова, то есть, это не просто машина на полку забросить, это автомобиль, который с полки, с системы хранения может переместиться к вам на шасси, может уже и ездить, вот, все зависит от ваших пожеланий. Также ни у одного другого производителя либо не будет такой точности, либо не будет таких возможностей по доработке. Если же вы находите что-то уже там абсолютно свое, то, что вам нравится, то есть, шасси, которые будут прогрессивнее, чем здесь, да, такие есть, и кузов, который будет более копийный, чем здесь, в сборе это получится даже дороже, чем вы берете конкретно готовую РТР-модель. У меня на этом все, всем пока!